добрый день хотел сегодня рассмотреть с вами такие вот интересные вещи которые представлены с магазине в общем то предыстория такая среди немецкой знати в 15 веке было распространено определенное оружие для самообороны до добывания добивания зверя то есть это были так называемые охотничьи мечи вещь была довольно таки предметная статусная в своем большинстве богато украшенная уже к началу 16 века она утеряла свою значимость и на замену пришли более короткие клинки размером но свыше 500 миллиметров так называемый оленей нож хиршвангер у нас представлены различные ножи различных производителей хотелось вот остановиться вот на этом интересном ножи а то есть здесь в данном случае клейма мастера 16 века нож собран 18 веке но клинок видимо переставили именно такие состав со старого возможно меча либо какого-то другого орудия интересен вот этот клинок также 18 века здесь уже видно здесь здесь уже видно насечка богатая довольно таки на лезвие рукоять сделано из оленевого рога вот этот клин сделан в немецком городе псал так называемый знаменитый волчок клеймо не как раз таки вот статусная богата украшенная вещь применялась видимо на охотах судя потому что подвергался заточки и довольно таки ходил в свое время более крупного размера производства золенгена 18 конец 18 начала 19 века двулезвенный с определенными клеями ну и вот такой тоже тесак также производства золенгена тоже видно что поработавший приобретается это все по лицензии на коллекционирование оружия данном случае холодно-клинкового что немаловажно в этих всех ножах сейчас их уже фактически никто не применяет они находятся либо в коллекциях либо там у статусных охотников которые просто как бы придерживаются определенного вида стиля там кто-то охотится зульнозарядным оружием и своем большинстве применяют такие еще ножи здесь они нас в самом простом исполнении то есть были еще ножи у которых под на ножны подстраивалась ножи для разделки не только для добивания дичи и ножи для приема пищи и прочего прочего что хотелось бы отметить в общем то интересная история добивания зверя то есть если крупный олень то он добивался ударом между ребер в сердце если кабан то добивался ударом между лопаткой и шеи и если это мелкая какая-нибудь лань то это обычный удар в затылок либо просто перерезала с горла были они на вооружению у имперской егерской службы в германии вплоть до 1934 года пока не была расформирована сама служба как бы применяется до сих пор особенно европа